Сергей Викторович, поддержит ли Россия референдум на юго-востоке, в юго-восточных областях Украины о независимости и какова будет реакция России, если большинство будет за отделение от Украины? Знаете, я бы предпочел не уходить в сослагательные наклонения. Всем известно, что это не очень продуктивно, особенно в сфере внешней политики и особенно в период различного рода кризисов. И я бы очень не хотел повторения, очередного повторения ситуации, когда с самого начала украинского кризиса мы предупреждали наших партнеров и в Европе, и в Соединенных Штатах о том, что губительно потакать антиконженционным действием и предупреждали их о пагубных последствиях подобного рода заигрываний с участниками антиправительственных выступлений, включая откровенных радикалов и экстремистов. И после того, как произошел конституционный переворот, мы призывали вернуться к выполнению соглашения 21 февраля. Эти призывы игнорировались. А сейчас нам говорят, вы знаете, ну дело прошлое, что случилось, то случилось. Давайте вот сейчас думать о том, как будем действовать, вот уже исходя из произошедшего. Ну это не серьезная политика, это политика свершившихся фактов и не очень честная политика, потому что к совершению этих фактов приложи руку именно те, кто предлагает сейчас не ворошить прошлое. Поэтому вместо того, чтобы гадать на тему о том, что будет, если мы хотим, чтобы наши партнеры выполнили все, о чем мы договаривались, включая, кстати сказать, и возвращение к выполнению соглашения 21 февраля, включая реализацию вот той самой инклюзивной конституционной реформы при полном уважении прав и интересов всех регионов в соответствии с той договоренностью, которую всего неделю назад мы с Жаном Керри объявили. Я предпочел бы действовать именно таким образом, а не ждать развития событий по негативным сценариям. Спасибо.